Здравствуйте, дорогие друзья! Снимаем мы ролик в декабре, середина декабря, уже, можно сказать, вторая половина декабря. И столько у нас работ привезли, прислали замечательных. Но сейчас кое-что я вам покажу. Не всё, но кое-что покажу. Ну, Танюша Федина наконец принесла нам вот эту великолепную корабельную рощу. Вышивать она начала её в 18-м году, потом откладывала и снова вот она сейчас дошила её. На страмине петита. Представляете, какой это труд. Это вышивальщицы продвинутые. Понимают, что это такое. Это очень сложная техника. Очень всё это... Тут очень много одиночек. Ну, это эсте, конечно, прекрасная схема, прекрасная разработка. Посмотрите, это совершенно не смотрится, как вышивка. Смотрится, как картина маслом. И сейчас я вам покажу, что сюда можно подобрать к этой работе. Ну, а вы оцените, и каждый для себя выберет, что он хочет. Может быть, кто-то решится купить вот эту вышивку, этот набор в эсте, и захочет потом оформить. Картина очень большого размера, поэтому делать паспарту мы не будем. Сделаем просто широкую, хорошую, красивую раму. Вот это очень хорошо подойдёт. Из этой же серии можно вот такой вариант сделать. Вот этот вариант мне очень нравится. Но вот это немножко красновато. Хочется что-то более коричневое. И вот ещё один вариант. Посмотрите. В общем, все варианты хороши, но из всех мне больше всего нравится вот это и вот это. Ну, посмотрим, что Татьяна выберет. И каждый для себя может решить, что ему больше подходит для этой картины и в интерьер. Татьяна выберет. Людмила, наша постоянная заказчица, привезла сегодня нам на оформление несколько работ. И вот чуть-чуть мы покажем. И все не будем уже показывать, но немножко. Она вот такую морскую тематику вышивала для себя и для супруга. Подобрали мы с ней вот такой багет. Наш производство Санкт-Петербург. Мне кажется, он очень подходит. Тут как раз как волны синеньким в протере накрашен белый багет, и получается очень неплохо. Вот этот парусник мы решили оформить без паспарту. У неё будет 4 штучки вот таких маяков. Они будут у нас оформляться с паспарту. Ну, я вам покажу, конечно, их все. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Посмотрите, какие они красивенны. Это, я думаю, что Dimensions. Вот. Оформлять мы их будем все врозь, не в одну рамку. Сейчас я вам покажу, что будет для маленьких. Вот, посмотрите. Вот такое оформление мы подобрали к маякам. Все маяки будут оформлены в едином стиле. Когда оформим, если удастся, мы вам покажем обязательно, как это получилось. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ещё Людмила вышла вот таких замечательных мишек своим детям. Подбирали мы с ней багет. У неё уже кое-что в этот багет оформлено. И мы решили оформить вот в такой деревянный для того, чтобы совместить ещё и с интерьером, и с теми работами, которые у неё уже есть. Можно и этот багет, и этот. Но мы выбрали светленький. Мне кажется, вот этот будет очень хорошо. Посмотрите, как красиво. Здесь в протире как раз такой же бежевый цвет, как канва у нас. На экране, может быть, он смотрится ярко, но на самом деле он смотрится очень гармонично. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА И последняя работа Людмилы. Но она не последняя. У неё там ещё много. Ой-ой-ой, сколько. Но это её работа. Она в подарок своей подружке делает её. Посмотрите. Мы решили её оформить вот так и в деревянный багет вот в этот. Потому что мы смотрели интерьер кухни. Это будет висеть на кухне. На кухне мебель точно такая, как и этот багет. Такие же вензелёчки. Так вот красиво получается. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Посмотрите, какую красоту нам подарила наша Ксения, наша новая работница. Она работает у нас на плотере, печатает на холсте картины. И вот такую красоту она нам принесла. Посмотрите. Рождественская звезда. Мы её поставили на специальную подставочку. Вот у нас такой столик есть специальный из ротанга. И вот такая красота у нас стоит. Ну да, продолжим. Про вышивки. Ирочка из Санкт-Петербурга. Она работает медсестрой в детской поликлинике. Посмотрите, она вышла, каких весёлых котов. Это же просто, я не знаю, прелесть. Где она взяла такую замечательную схему. Надо её раскулачить на эту схему. Мне так нравится. Ну я вообще кошатник. Ну я и собаченька, кошатник вообще. Ну вот посмотрите, какая прелесть. Такие улыбающиеся улыбаки. Котята улыбаки. Прелестно совершенно. Я не знаю, что здесь написано, но мы у неё спросим. Вот сегодня я её отвезу в детскую консультацию, которая у нас, прямо у меня на первом этаже моего дома расположена. Я и сегодня её отвезу. Посмотрите, прелесть какая. Чудо чудное, диво дивное. Мы с ней когда разговаривали, оказывается, она прививки моей внучки делает. КОНЕЦ Девочка-то у нас новая. Я перепутала. Её не Ксения зовут, а Анастасия. Поэтому я прошу прощения у Анастасии. Вот такую красоту она нам подарила. Ну я уже бабушка, поэтому мне всё разрешено путаться в именах, в фамилиях, названиях. Это я сама себе так разрешила. Что, ну, куда деваться? Пенсию же просто так не дают. Государство за что-то. За это и дают, что всё путаешь, забываешь. Ну вот посмотрите, какая прелесть. Красота, красота. А сейчас, а сейчас. Ещё покажем вам вышивки. Любовь из Санкт-Петербурга вышел вот такой замечательный букетик. Первый раз нам такой принесли, поэтому мы ей вовремя не отдали. Решили задержать до съёмок и показать вам. Посмотрите, какой очаровательный. Вот у кого маленькое есть пространство на стене, там между дверей бывает, посмотрите, можно такой вышить и повесить. Оформили мы его в лёгкий такой багетик, двойное паспарту и стекло-антиблик, которое я не люблю, но здесь замечательно смотрится. Музыка, Вера Ивановна из Санкт-Петербурга вышел вот такой замечательный натюрмортик. Он оформлен в пластиковый багет, но мне кажется, очень красивый, такой сочный виноград на нем замечательный. Чей это набор, не скажу, но очень выглядит красиво. Аппетитно, вкусно. Так и хочется это все съесть. Быстро-быстро никому не оставить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Марина из Санкт-Петербурга заказала вот эту раму. Мы показывали вам подбор, и вот что выбрала хозяйка. Сейчас мы вам показываем уже это все в готовом виде. Посмотрите, что получилось. Мне кажется, замечательно. Музыка. 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 И вторая Маринина вышивка, сэмплер. Вот что получилось. Мне кажется, очень хорошо. Багет так подошел идеально. Чудо-чудное, диво-дивоное. Вышито на равномерке. Музыка. Иногда кажется, что она не очень хорошо натянута, но натянута она мощно. Эта канва такая. Кажется, что она такая немножко вышита на равномерке. Так меленько, так меленько, что это просто загляденье. И вот еще одна любовь. У нас сегодня вторая любовь. Вышел вот такой самовар, натюрмор с самоваром. Все такое зелененькое-зелененькое выбрала. Ну, она же знает, где это будет висеть, в каком интерьере. Мне кажется, что такое прямо, ух, вкусное все. Так и хочется выпить и закусить. Ну, посмотрите. Тут чай какой-то, рулетик, варенье. Ну, замечательно просто. Так красиво. И кружевная салфеточка. Очень яркий. Здорово смотрится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! И хочу вам показать печать на холсте. Мы не знаем, кто автор этого произведения. Но очень интересный сюжет. Посмотрите, девушка такая с чайником у свечи. Это все можно заказать у нас теперь. У нас есть печать на холсте. Это можно произведение найти в интернете, распечатать и заказать. Я бы хотела такую вышивку сделать. Хоть бы кто-нибудь бы сделал схему по этой работе. Было бы здорово. Очень интересный сюжет. Мне так нравится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! На этом сегодня все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Пока! Пока!